Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 февраля. Февраля, конечно, а не января, как я вчера весь день говорила. Просто еще не переключилась. Все привыкло. Январь, январь. Как всегда, сегодня сейчас стало. Утром отвечу на некоторые вопросы. Но вы понимаете, что я отвечать успеваю только на те, которые за вчерашний день пришли. И не обижайтесь, если чей-то вопрос не попал вот в этот обзор. Но вы понимаете, на все вопросы ответить невозможно. Начинаю с самого последнего. Так, Анна Лавриненко пишет. На ранний урожай низкорослые сажать согласна. Но я собираю огромный урожай в теплице именно с высокорослых. Так вот, в том-то и дело. Я сейчас низкорослые посадила для раннего урожая, посеяла. А вторую половину я буду высокорослыми засаживать. Из них большой хороший урожай каждому овощу своя роль отведена. Эти для раннего урожая, эти, как вы говорите, для огромного, для продолжительного урожая. Все это, когда все вместе высаживаешь в разные сроки и для разных целей, то получается очень хорошо. Пишет Зина про огоцанию, это еще позапрошлогоднее, по-моему. Что делать с такими длинными корнями, укорачивать их или не надо? Я обстригаю ножницы, беру и сантиметров 15 оставляю, все обстригаю. Она нормально переносит эту стрижку. В Иркутске минус 42. У нас сегодня тоже ночью было под 40. Не знаю точно сколько, мы сегодня в выходной рано не вставали, но было 30 с чем-то утром. Очень холодно. Так, Марина пишет, огромное спасибо за видео, классный препарат, я о нем даже не слышала. Но вот это у многих так, что... Так, можно ли сеять с этим препаратом семена перцев, уже проклюнувшихся в ватных дисках, смоченных в других препаратах для проращивания? Я вот один лоток, значит, так и сеяла. Я проклюнула их, прорастила. В чем они? В фитоспорине у меня лежали. Не было еще привикура. А привикуром пролила дорожки. Вот дорожки, когда вы проливаете, действие моментальное, все там обеззараживается, и можно спокойно туда высаживать вот эти семена перца. Не знаю, в инструкции к привикуру про перец ничего не сказано, но его я тоже выращиваю с применением этого средства. Вот пишет Лариса Сорокина. Ольга, подскажите, пожалуйста, если я собираюсь размножить несколько сортов томатов путем разрезания на две части, и нужно уже ее сеять или нет, планирую моя посадка 5-10 мая под пленку, индетерминантные. Вот я в прошлом году, в это же время, вы посмотрите видео мое за прошлый год, я сеяла русские колокола, и потом их резала, разрезала пополам, потому что они у меня разрослись. И когда я конец апреля, начало мая в прошлом году высаживала в теплицу, я думаю, что если вы в начале февраля их посеете, вот сейчас именно, например, сейчас или через неделю, то как раз после разрезания они и у нижней части появятся, ну, пасынки превратятся в основной, в хороший ствол, и верхняя часть немножко адаптируется и даст корни, и все. Потому что, да, если сеять ее чуть позже, то они не успеют превратиться в здоровую рассаду. Им же нужно еще немножко времени для того, чтобы вот эти вот обрезки, особенно нижние, превратились в настоящий куст. Но это опять же, Ларис, это нужно пробовать, у вас Московская область, я не знаю, погода, наверное, такая же, как у нас, чуть потеплее, это нужно вам попробовать один год посеять, например, в этот срок, если получится, что или чуть рано, или чуть поздно, на будущий год вы подкорректируете. Я не могу никому дать, например, индивидуально, точно вот сейте в такие-то сроки. Я сама делаю то так, то так, и год на год не приходится. Иногда посеешь рано, с учетом прошлогоднего климата, погоды, а весна бывает поздняя, все отодвигается на две недели, рассада еще раз перерастает. Это все индивидуально. Пробуйте, посейте сейчас. Если весна будет раннее, то будет хорошо, если будет позднее, ну чуть-чуть, наверное, перерастет. Дальше пишет, надо такую же рыхлилку изготовить. Тут опять про банановые ноги, что садила Любашу партнер, не в восторге. Кому-то нравятся семена партнера, кому-то нет. Вот я нынче тоже попробую, оценю, что за семена за 100 рублей у партнера. Вот пишет Ирина Голубцова, хочу остановиться на этом, что вы неправильно оцениваете, дорого или дешево стоит препарат. Про Привикур. Здесь не играет роль, сколько стоит 1 мл. Да, необходимо сделать сначала рабочий раствор, сравнить стоимость 1 литра рабочего раствора обоих препаратов. И что стали сильно в последнее время производители мудрить, что меньше рабочего раствора получается. И я вот про Привикур, да, хочу сделать добавку, что его с Эпином-то, в данном случае, и некорректно сравнивать стоимость. Я в прошлом году их сравнила, когда снимала видео, о замачивании семян перед посевом. Да, там уходит совсем немножко, и Эпин очень удобный. Вот этот 1 мл я развожу, насколько там по инструкции, что остается, просто выливаю в грунт куда-то. Его не жалко, потому что он 1 мл, его откроешь, разведешь, все. Но дело в том, что у них совсем разные действия. Когда вот про замачивание семян я говорила, это еще подходило. Но дальше, вот, например, протравление грунта, пролив грунта, потом обработка томатов от фитофторы. У нас Привикур-то по этим пунктам работает, а Эпин-то там бесполезен. Он же только стимулятор роста. И поэтому даже если он выйдет дороже, например, Привикур, все вот эти его остальные характеристики, которые идут плюсом к этому, к стимуляции, они, наверное, оправдывают вот эту всю высокую цену, потому что он-то фунгицид, а Эпин, он только стимулятор, роста регулятор. Ну, вы поняли. Один просто стимулирует, а другой еще лечит. Поэтому это сравнение мое вообще некорректно. Я уж подумала сравнивать цены таких двух разных препаратов, но я тогда, когда сравнивала, я имела в виду только замачивание семян. Так, дальше. Вот пишет, пообщалась на американских и европейских форумах, по поводу этого томата, про банановые ноги опять. Многие говорят, вкусный и сладкий. Можно сделать вывод, что если он невкусный в России, то просто климат не подходит. Возможно, это и так, да. Пишут в Белоруссии плюс 5, но у вас и мороз. Ну, не сравнивайте. И некоторые, да, когда сравнивают, что вот на белорусском сайте показывают там так выращивать, так, ну, у нас совсем разные условия. У нас сейчас под 40 минус, у них плюс 5. У них и климат мягче, и вырастить им все это легче, и некоторые вот такие мои советы, которые я даю на, вот здесь на своем канале, людям, которые живут в Белоруссии, это они никогда и не применяют, они им не нужны. Так, про банановые ноги, совсем нет вкуса, только для консервирования, но урожай, но урожай на этого не отнять. Цена безумная, 100-110 рублей. Но я вот в этом году хочу его попробовать на хранение, раз он такой, как говорят, что сухой, пустой, скорее всего, он очень хороший, сохранный сорт, для хранения будет идеально. Вот пишет Клавдия Мовчан, у нас в Украине один человек вывел сорт сливка бендрика. Я такое даже название не слышала, может быть, кто-нибудь потом расскажет, что это за сливка бендрика. Хороший он, нехороший, какой-то новый. Но ведь при векурной один литр идет, полтора миллилитра, а на пену несколько капель. Но это опять я повторять то же самое не буду, что тут сравнение этих двух препаратов, которые мы начали обсуждать, возможно, я уже говорила, некорректное, потому что и пена, это просто стимулятор, а при векур это полностью фунгицид, стимулятор, у него несколько еще характеристик, плюс из-за которых именно профессионалы его любят, его применяют. Я ни разу не слышала, что профессионалы эпидом пользовались вот этими капсулками по одному миллилитру, это неудобно. Лида пишет, Оля, спасибо, так ждала это видео, Гелли нашла этот препарат про при векур. А про кар и при векур, одно и то же, тоже фунгуцид, про кар турецкий. Лиана пишет, Лиана, извините, я про кар не только не пользовалась, я даже не слышала ни разу этого названия, возможно, у нас его в магазине нет, турецкий про кар, поинтересуюсь, не знаю, сразу говорю, что не знаю, то не знаю. Спасибо за информацию, впервые слышала о нем сейчас от вас, я вот поэтому и говорю, что о нем некоторые даже не слышат, потому что пользуются практически только профессионалы, но это такая палочка, выручалочка, вот я подсела на него, столько время освобождается, на злых людей не обращайте внимания, сколько людей, столько и мнения, это да. Пишет Лиана, да что вы говорите, я при векур покупаю 5, ну короче, получается 200 рублей за 2 грамма, а ты еще говорите, что дорого, ну, а вот про фитолампу, Татьяна пишет, здравствуйте Ольга, а почему подсветка не фитолампа, от белой есть польза? У меня есть и фитолампа, лежит еще на чердаке, не поднимала, у меня же нет массовых еще посевов, я гонялась за фитолампами, было время, когда я сначала начиталась, думала, что правда, но потом, когда они стояли на одном стеллаже, фитолампы и простые лампы, никакой разницы я не увидела, кроме как в цене, эти я покупала по 80, а те и по 600 покупала, одну лампу и 800 покупала, нет пользы, и я теперь не стала их как-то отсортировать, что это фитолампа, это не фитолампа, вот они лежат у меня там в коробках, у меня 40 по-моему ламп, 36 или 38, я уже их не считаю, но их много, потому что я рассаду массово выращиваю, и на какой стеллаж попадет фитолампа, там она и будет светить, кроме красивого розового цвета, никакой разницы я не увидела, я вот скажу вам честно, так что вот эта простая лампа дневного света, дает точно такой же эффект для растений, мы их обманываем, им кажется, что это солнце, растут под ними прекрасно, стоит всего 80-90 рублей, фитолампа, лично это мое мнение, это необязательное условие для выращивания крепкой, здоровой рассады, можно и простыми, у вас даже дешевле привикур, у нас 480 рублей, пишет Елена, вот я говорю, цена людей отпугивает, да, и еще это большая, вот эта расфасовка, так, пишет Елена Межинская, спасибо, действия привикура, увидела на покупном грунте, советую и для рассады повторять, и помидорам перед высадкой в грунт сделать профилактику, благодаря вам, теперь знаю, что в теплице можно сделать профилактику, а то легче сказать, какой заразы в ней нет, собиралась фитоспорином промыть, поняла, что слабоват будет, в консенте тоже не разочаруетесь, но, вероятно, консента применяла девушка, рассказала, что мы не разочаруемся, так, вот Полина пишет, Оля, подскажите, пожалуйста, когда начинать сеять на рассаду высокорослые, среднерослые, ранние томаты, все сначала опять, да, я сажаю в открытый грунт, так как теплицы нет, я все только что, только что, на прошлой неделе, все прям показала, график посевов, найдите видео, мой график посевов, томатов, по-моему, про теплицу сразу скажу, что, ой, про грунт скажу, что если нет теплицы, раньше марта сеять, не начинайте, вот тут она пишет, говорят, что индент нужно сеять чуть ли не в январе, но они же к маю будут уже выше потолка, вот я вам говорю, что раньше марта садить не нужно, просто я разделяю так, инденты я сажу в начале марта, вот первая декада, можно с первого по десятого, я обычно после восьмого марта, или до восьмого, или после восьмого, восьмое, десятое марта, они успевают вырасти, а уже следующие потом, все в графике посевов, я все рассказала специально, об этом есть видеоролик отдельный, смотрите, нравится ваш подход к инновационным препаратам, не все так вникают в суть вещей, спасибо, что с таким терпением объяснили полезность применения привикура, взяла на заметку, вот пишет Татьяна Омска, я буду поддерживать отечественного производителя, 400 рублей, чтобы вырастить 100 кустов рассады, что так с ума сходить с этим привикуром, есть фитоспорин, фитоверм, ну фитоверм, это совсем, а от насекомых же фитоверм, хом, эпин, эпин, это совсем не этот, не от болезней, куча всего, вы все перечислили, половина не относится, конечно, что мы так любим все импортное, ну тут пишут, кто согласен, кто не согласен, кто пишет, что хомофитоверм это тоже уже не, и я ответила вот Татьяне в самом конце, Таня, вы наверное не дослушали до конца, там я в этом видео про привикур, специально для таких, как вы сказала, что если вы выращиваете немного, возможно привикур вам и не нужен, но он выручит тех, кто выращивает много, рассады, вот специально на этом заострило ваше внимание, а вы опять то же самое, что зачем его, если мы, у нас разное, вот это вот наше сообщество, кто-то выращивает 100 кустов, а кто-то выращивает 100 тысяч, как вы думаете, одинаково нужно потратить время одно и то же, на уход за 100 тысяч, ими за 10, например, вот этот препарат, он выручит тех, кто хочет, возможно заняться выращиванием рассады на продажу, после выхода на пенсию вырастить какую-то цветочную рассаду, которая очень часто тоже болеет, вот в маленьком возрасте, черная ножка, привикур это спасение для тех, кто хочет вырастить много, но затратить поменьше времени и поменьше труда, я сразу сказала, что больше всего им пользуются профессионалы, вы опять начинаете ту же самую тему поднимать, что зачем он нужен, он не нужен для тех, кто выращивает мало, и есть свободное время биться вот с этими заболеваниями, обрабатывать более легкими препаратами, может быть вообще не обрабатывать, все мы разные, кому-то это нужно, кому-то это не нужно, если вам это не нужно, вы просто прослушали и все и сказали, да мне это не нужно, я же не говорю, что все должны пользоваться привикуром, его еще не все купить могут, многие ищут и даже найти не могут, так что это препарат нераспространенный, им пользуются обычно профессионалы, или те, у кого нет времени, но хочется вырастить качественную, здоровую рассаду, чтобы не биться с заболеваниями, не бороться всеми способами, так, приезжайте к нам в Барнаул, все магазины завалены, но в Барнаул ездить мне некогда, дорога обойдется дороже, так, у партнера нет цен, ныне же 100 рублей, это про банановые ноги, тоже купила, так, собака лает, караван идет, да, 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 так, кто ставит дизлайки, дизлайки ставят завистники и говнюки, ну, так уж не надо выражаться грубо, просто злые люди, вот, прошлым летом, прошел враган, принес на участок какую-то заразу, заболели кусты, малины, розы, некоторые деревья, первые признаки появились на малину, сдуру, чтобы не пошла зараза, выкорчевала, короче, все не буду читать, но дело в том, что по старинке обработала медным купоросом, растения сбросили, старые листья нарастили, долго жалела вырванные кусты, и в этом году буду держать на готове химию, если ветер приносит заразу, можно себе представить, какую химию нам приносит на участки дождь, ветер и водопроводная вода, если об этом думать, ничего не есть, терять растения, в которые вложены столько труда, очень жалко, вот я про это и говорила, когда рассказывала про медный купорос, у меня всегда на готове стоит медный купорос, да, я стараюсь его сильно не применять, да, он, говорят, что и вред на этом мете, все, но это сейчас последние годы, так заостряют, мне кажется, просто для того, чтобы вытеснить вот эти дешевые препараты по борьбе с болезнями, это мое личное мнение, а заполнить вот такими вот в хрустящих упаковочках красивых, но я держу медный купорос всегда, я вот про лилию рассказывала, тут раз парша на лилию напала, ну что я буду ее выкапывать, выпотрашивать среди лета, нет, я полила при корневой вот этот круг земли, все, лилия выздоровела, расправились вот эти листики, все, особенно оно подходит в то время, когда у нас нет, например, никакого, еще ни плодов, ни продукции, ничего, протравить, например, осенью от заболеваний, от всех гнилей, все это можно сделать, но главное, соблюдать меру, соблюдать меру, делать нормальные вот эти вот разведения растворов, и смотреть, ясно, что вы не будете все это поливать, в то время, когда у вас висят уже зрелые плоды, например, там овощи или фрукты, а вы будете поливать медным купорусом, но это мы все взрослые люди, мы понимаем, что нельзя лить в тот момент, когда наливаются они, вот вы будете кушать их на второй день, а в остальные все периоды, когда, например, всегда говорят, что можно обработать осенью, и весной, до наступления сбора урожая, все это разлагается, все это уходит, выветривается, это про банановые ноги опять, купила в моей пачке, где-то было 20-30 семян, просветила фонариком, сейчас ложат всего 10 семян, уменьшается до количества семян, я тоже, Мухаммад Атов пишет, я тоже пользуюсь превикуром, два года, и томаты отличный, томаты отличный препарат, стоят дешевле, скажите, вот про превикур, можно перцы обрабатывать, или только томаты, знаете, вот на пачке написано, томаты, огурцы, на консенте там написано, еще лук и картофель, но я, в первый год я не рискнула, а во второй год, когда я начала пользоваться, я начала его применять, и на томатах, и на перцах, и на огурцах, на всех, и результат везде одинаковый, потому что, мне кажется, вот когда мы при посеве обрабатываем, например, грунт вместе с семенами, или проливаем дорожки, мне кажется, все равно, что вы туда будете сеять, если вы дорожки пролили, продезинфицировали, вот эту землю убили, там все, и потом вы, когда положите, посеете семена, мне кажется, разницы нет, перцы это, или томаты, но вот я пользуюсь, на всех, перешла полностью, все посевы делаю с привикуром, и я уже не различаю, перцы, томаты, так, многие пишут, у вас сегодня целый день, 2 января, февраль на носу, это все спешка, я же весь месяц говорила, январь, 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 все не переключилось, так, февраль начался, а у меня все январь, январь, ну, я надеюсь, вы меня понимаете, кто, особенно, кто смотрит все мои видео, по порядку, кто уже видел, что я сеяла эти томаты, в январе, ясно, что сейчас не 2 января, не новый год, что это уже февраль, я и сегодня думаю, что сегодня 3 января, вот в магазине продают просроченный привикур, боязно брать, надеешься на него, а свежий не завозят, вот у нас точно такая же ситуация, в прошлом году взяла просроченный привикур, пользовалась, ну, слава богу, обошлось все, нынче тоже взяла одну, последнюю, нормальную, а одну пришлось брать просроченную, ну, вот у нас такой, город, что до нас доходит, наверное, все, что в центре не продается, нам сюда сливают, не знаю я, почему так, просроченный, хотя у него 3 года срок хранения, откуда он берется, эта просрочка, так, ну, вот здесь вот, рассаду высаживать в теплицу я не буду подробно рассказывать, потому что у меня же, я сею в несколько сроков, высаживаю, только тоже в несколько сроков, я вот чуть позже, через неделю, наверное, буду подробно все рассказывать, сейчас просто очень много времени, если я начну, что эти тогда, эти тогда, или, может быть, найду время, отвечу, так, что 2 февраля, а не 2 января, кокосовый субстрак, пишет, Ирина посадила очень хорошо, не нужно рушек, или переживать о черной ножке, но, опять же, это для тех, подойдет, у кого мало, вот я в прошлом году 30 тысяч примерно рассады высаживала, ну, никакого кокосового субстракта мне не напастись, так что, все, и вот, когда будете высаживать перчики на ПМЖ, это тоже очень долго рассказывать, я же сею и ранние урожаи, потом высокорослые толстомясы, потом сею все остальные, и высаживаю также в несколько сроков, чуть позже, я об этом буду говорить, и вот тут мне сделали замечание, что, привет, это ни о чем, здравствуйте, сами догадались, что, и пишут, что я неправильно говорю, приветствие, привет там, но вот пишут, что как хочет так и говорить, да хоть хэллоу будет говорить, я сейчас объясню, вы понимаете, у нас вот, у нас несколько тысяч, вот наше сообщество, вот на канал заходит, даже не несколько тысяч, несколько десятков тысяч, 70 с лишним тысяч подписчиков, и все мы разные, есть и молодые заходят, и пенсионеров очень много, все, и знаете, конечно, каждый привык к своему роду приветствия, я, и одни просят, может быть, вообще хотят, чтобы я, говорила здоровье в хату, или доброго вам здоровьица, или там, хэллоу тоже, я просто взяла, самое демократичное приветствие, и короткое, привет, и все, потому что я не знаю, к кому обращаюсь, может быть, это пожилой человек, может быть, это совсем молодой, может быть, это мужчина, может быть, это женщина, это просто стандартное приветствие, демократическое, ко всем сразу, каждому угодить я не могу, у каждого свое видение, Кто-то хочет, чтобы я здоровалась вообще на таком, как сказать, чуть ли не на божественном уровне. Кто-то хочет, чтобы я просто всем желала здоровья. Но если я вам даю такие советы, в просветительских целях столько выкладываю, время трачу, это ясно, что я вам хочу и здоровья, и благополучия, и богатых урожаев. Всего этого я вам желаю, но я не буду каждый раз озвучивать это на словах. Так что привыкайте, будет просто привет. А то, что я вам желаю всего хорошего, это и так видно по моему тону, по моему посылу, по стилю ведения вот этих вот всех передач, по моим ответам вам, по разговорам. Ясно, что я желаю вам всем только всего хорошего. До свидания. Всем здоровья желаю, но приветствовать буду словом привет.